ПЕСНЯ Преподаватель танцев Александра Рахвальская работает в Развилковском оздоровительном комплексе «Дельфин», где занимается с детьми аэробикой. В центре «Вера» Александра трудится в качестве волонтера. Уроки с пенсионерами для нее дело новое, но увлекательное. Я подбирала материал, смотрела видеозаписи, материал книжной методички, читала, что можно делать с пожилыми людьми, что нельзя, и насколько активно это может происходить. И подобрала такой общий материал, чтобы могли все заниматься, чтобы было всем не тяжело это, а наоборот в радость. Занятия проходят два раза в неделю, но для многих пенсионеров это не единственные уроки, которые они совершенно бесплатно посещают в рамках проекта «Активное долголетие». Я давно занимаюсь. Как она к нам стала ходить, так я и занимаюсь. Все время на танцы. В скандинавскую ходьбу ходим, и на танцы ходим, и поем. У нас хор. Активный образ жизни. При желании заполнить активным времяпрепровождением свою жизнь проще простого. Можно посещать и курсы компьютерной грамотности, и творческие мастер-классы, и различные спортивные секции. В рамках программы «Долголетие в Подмосковье», губернаторской программы, в каждом муниципалитете реализуется 10 активностей так называемых. И каждый гражданин старше 55 лет, это женщины, и 60 мужчин, вправе выбрать любую активность и их любое количество в рамках этих топ-10. Напрасно считать, что это просто танцы, как говорится, для себя. Из тех, кто делает определенные успехи на танцевальном поприще, Александра собрала ансамбль, который успешно выступает на различных концертных площадках. Мы уже выступаем на мероприятиях города, на концертах нас приглашают. В этом году мы уже два раза выступали, и пойдем в эту субботу тоже на День бабушек и дедушек танцевать. Но у многих такой задачи, конечно, не стоит. Главное – хорошее настроение. Но с танцев активный день только начался. Теперь, зарядившись музыкальной энергией, все заходят в автобус. Впереди увлекательная экскурсия в усадьбу Суханова. Максим Козлов, Кирилл Иванов. Видное ТВ.